Теперь Украина в Донецке. Представители Киева и Восточных областей договорились о продолжении консультаций. Сегодня вечером состоялась вторая за эту неделю встреча в таком формате. Итогом первой, напомню, стало обоюдное прекращение огня. К нему мы еще вернемся через несколько минут. Новый раунд прошел после известия об освобождении одной из двух групп наблюдателей ОБСЕ, задержанных еще в конце мая. Обо всем по порядку из Донецка Евгений Лямин. Второй раунд консультации – очередной шаг на пути к переговорам. Сегодняшняя встреча, как и предыдущая, проходила в закрытом режиме. Журналистам сегодня до последнего даже не называли место, где будут проходить консультации. И пригласили лишь под конец встречи. Трехчасовой диалог в поиске точек сопротивновения. Конечно, главное на данном этапе, в чем заинтересованы обе стороны конфликта – остановить боевые действия. Господин Порошенко продолжает прекращение огня, режим прекращения огня еще на 72 часа. Мы подтверждаем со своей стороны прекращение огня на этот же срок. Как и в предыдущий раз, за одним столом представитель действующего главы ОБСЕ Хайди Талиевини, руководство Донецкой и Луганской народных республик, второй президент Украины Леонид Кучма, представляющий на консультациях Порошенко Виктор Медведчук, он был главой администрации президента Укучмы, сейчас лидер общественного движения «Украинский выбор». Россию представлял посол на Украине Михаил Зурабов. Не был на встрече сопредседатель движения Народный фронт Новороссии Олег Царев. Накануне он был избран спикером парламента Новороссии, поэтому и сегодня не смог присутствовать, поскольку занимается организацией работы парламента. Ранее на брифинге Олег Царев сообщил, что поддерживает продление перемирия. Время это должно быть продумано. Оно должно выполняться не на бумаге, а по папке. Гуманитарные коридоры должны быть образованы. И это является, ну и это было бы прологом к тому, что мы рано или поздно могли бы дойти до переговоров. На встрече сегодня говорили и о работе наблюдателей ОБСЕ на Юго-Востоке. Руководство Донецкой и Луганской народных республик обещало обеспечить безопасность мониторинговых групп, а также содействовать освобождению задержанных ранее наблюдателей. На сегодняшний день, собственно говоря, еще четверо пока остаются задержанными. Мы это обязательство на себя взяли и обязуемся в ближайшее время, в ближайшие дни освободить еще четырех наблюдателей ОБСЕ. Минувшей ночью четверо наблюдателей ОБСЕ были освобождены, но детали власти самопрозглашенной ДНР не раскрывают, чтобы не навредить, поскольку задержанными по-прежнему остаются еще четверо наблюдателей. Как вы себя чувствуете? Спасибо, нормально. Они считались пропавшими без вести. Месяц назад две группы наблюдателей мониторинговой миссии на Украине не вышли на связь. Четверо 26 мая пропали под Донецком, еще четверо 29-го уже под Луганском. Его первую группу удалось освободить. Мы приветствуем возвращение наших четверых наблюдателей, которых удерживали в течение месяца. Мы очень благодарны всем, кто помог их освободить. Мы просим наших коллег и друзей не беспокоить их пока, чтобы дать им возможность отдохнуть. Они это заслужили. Уже точно известно, что состоится и третий раунд многосторонних консультаций, однако дату ее проведения пока не объявляют. Евгений Лямин, Анатолий Клян, Владимир Побликов, Ольга Хитрина, Первый канал.